Приветствую всех! Наверняка каждый из вас слышал о том, насколько тяжелое экологическое состояние сейчас на нашей планете. Заводы выбрасывают очень много вредоносных выбросов, которые влияют на экологию и эти изменения во многом невозвратимы. Перед вами проект Zero Carbon, который называется в переводе нулевой углерод. Этот проект ставит перед собой задачу решить проблему вредоносных выбросов. То есть, исходя из названия нулевой углерод, вы уже в принципе должны понимать примерно, в чем же суть проекта. Проект направлен на стимул к потреблению экологически чистых энергоресурсов благодаря компенсации в виде поощрения токенами данного проекта. На сайте есть презентационное видео, сейчас я его покажу и вкратце еще расскажу немного об этом проекте, о идее этого проекта. То есть, проект нулевой углерод занимается борьбой с изменением климата. Вот. Возобновляемая энергия это хорошее решение для проблем с климатом. Но есть некая беспокойность тем, что возобновляемые источники энергии слишком дороги. Вот. И поэтому многие крупные предприятия вынуждены использовать более дешевые. Это невозобновляемые источники энергии. Проект Zero Carbon состоит из двух частей, кстати, стоит отметить. Первая часть это возможность поставлять энергию по более низкой цене, чем существующие невозобновляемые источники энергии. И второе это побудить население, людей к использованию нулевого углерода, который обеспечит систему, обеспечив системой стимулов, основанной на блокчейне. То есть система стимулов будет именно через те самые токены. Первая часть решения состоит из конкретного нулевого углеродного рынка, который предоставит потребителям доступ к более дешевым энергетическим контрактам, где выбросы углерода будут компенсированы теми самыми токенами. Токенами Energy's. Энергис токенами. Зай, я сейчас уйду на улицу, пожалуйста, сделай так, как будто бы тебя нет дома. Или меня нет дома. Проект Zero Carbon это дочерняя компания, компании Beyond Group. Вот, собственно, это компания, которая является основанной в Лондоне. И команда этой компании состоит из 30 человек профессионалов энергетического рынка. То есть, ну вот, собственно, видео презентационное практически закончилось. И хотелось бы перейти на сайт этой самой компании Beyond Group. Следующим образом она выглядит и как раз и занимается вот этим вопросом. Beyond обслуживает более 600 потребителей энергии Великобритании, включая Сельфорд Control Console, Кнайт Фанк, Кэпита и так далее. За последние три года охватывающие инновационные технологии позволяют делать это более эффективно. И вот, собственно, эта компания Beyond пришла к решению создать Zero Carbon Project на основе блокчейна. Вернулся на сайт. Основную всю информацию по проекту вы можете найти в white paper. То есть, white paper на сайте находится вот в этом разделе white paper. И есть несколько документов, вот, в том числе и Terms of Sale, Previous Policy и так далее. Но в white paper находится вся основная информация по проекту. С 10 листа начинается это введение. Начинается же white paper с абстрактного введения, предупреждения об ответственности и прочего. 54 страницы посвящено информации о проекте. И хотя white paper на английском языке, но используя переводчик, в принципе, можно перевести и понять для себя, о чем же идет речь в проекте, о чем же идет речь вот в этом документе. Вернусь обратно на сайт. Вот. В системе Zero Carbon есть специальное программное обеспечение для блокчейна. А также программы, которые работают в сети. К первой категории относятся смарт-контракты, ко второй рынок потребительской коммуникации, онлайн-аукцион поставщиков энергии. Создатели Zero Carbon Project уже завершили разработку блокчейновой части ПО. Она будет запущена в Великобритании в октябре 2018 года. Таким образом, уже через несколько месяцев потребители и производители энергии Соединенного Королевства получат возможность работать с этой платформой. Если говорить о ICO этого проекта, то ICO поделено на 4 части. Первое – это пресейл. Начался он 1 мая 2018 года и завершится стартом публик пресейл. Или по достижении хардкапа. Следующая стадия – публик пресейл. На этом этапе все желающие будут предложены купить 33 миллиона токенам по цене 15 центов за монету. Третий этап распродажи токенов – это краудсейл. Он будет идти в течение месяца и начнется сразу же после публичного пресейла. А токен будет продаваться по цене 20 центов за штуку. Вот. Ну и четвертый этап – это будет резерв токен сейл. То есть продажа резерва оставшегося. Монеты будут продаваться по цене 20 центов за единицу. Вот. И на этом продажа закончится. Продажа в смысле ICO. То есть ICO закончится. Вкратце для первого обзора, я думаю, достаточно. В принципе, создатели проекта ставят перед собой благородную и глобальную цель – это обеспечить максимально быстрое воздействие на ситуацию с объемом выброса углекислого газа в атмосферу в глобальном масштабе. То есть они намерены сделать расходы на использование возобновляемых источников энергии ниже, чем невозобновляемых источников. Из природных ископаемых. Решение заключается в обеспечении более низких цен на углерод и предоставлении пользовательных стимулов для сокращения глобального потребления энергии. Zero Carbon – это платформа, предлагающая список энергетических контрактов, направленных на сокращение выбросов углекислого газа. И пожелаем успеха организаторам этого проекта. Проект действительно благородный, ставит перед собой правильные задачи. Кстати, хотелось отметить блоги этого проекта, где вы можете прослеживать за последними событиями и последней информацией по проекту. Группа в Твиттере, информация обновляется регулярно, можете подписаться и прослеживать за всеми последними событиями. И еще есть группа в Фейсбуке, ссылку на все я оставлю в описании к видео. Надеюсь, вам было полезно и интересно это видео, участвуйте в перспективных проектах. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!